Оркестры классические и оригинальные, военные и эстрадно-симфонические, поющие и танцующие музыкантов всей страны объединил в Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии. В день города на летней сцене Струковского сада прошел гала-концерт. Среди участников Пермский губернский оркестр. Музыканты приезжают на фестиваль уже третий год. Вы знаете, у нас в Пермида своя армия поклонников. Но выясняется теперь, что уже в Самаре есть наша армия поклонников, потому что люди приходят, спрашивают, ребята, вы же из Пермида, а когда вы и где выступаете? И приходят на наши концерты. То есть очень приятно, что нас узнают, видимо, как-то мы запали вам в душу. А это танцующая группа барабанщиц из Уфы. Сплав танца и барабанного боя. Каждый номер – маленький сюжет. Такие фестивали они и учат, и они развивают, и дают движение вперед. А Самара – молодцы. Каждый год мы видим, какая организация великолепна, как доброжелательно и дружелюбно принимают. И какая уже искушенная публика, полные залы на всех концертах. В общем, мы в восторге от этого фестиваля и очень рады сюда приезжать. Напомним, что одним из первых упоминаний о духовой музыке в Самаре стало сообщение об игре оркестра 214-го Макшанского полка, расквартированного в городе после окончания русско-японской войны. Оркестром дирижировал военный капельмейстер Илья Шатров. В 1908 году в Самаре в Струковском парке впервые прозвучал вальс, написанный Шатровым на сопках Манчжурии. Именно он дал название Самарскому фестивалю, который уже приобрел статус всероссийского. Песни моего детства и слова, я даже помню, поэтому все замечательно. Ну, потрясающее впечатление. Прям, вы знаете, я видела, люди сидели, слушали и настолько потрясло, слезы вытирали от восторга. Настолько это потрясающе было сегодня представление. За два фестивальных дня в Самаре выступили 12 коллективов из Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Уфы и Севастополя. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.